Продолжение следует... Организатором Олимпиады выступает Департамент образования Ярославской области, проводит Олимпиаду Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа». Тема наших четвертьфинальных игр – «Ярославцы-защитники земли русской». И позвольте мне представить наших сегодняшних судей. Главный судья, руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана, кандидат психологических наук Игорь Алексеевич Емщиков. Вместе с ним сегодня работают заведующий кафедрой рекламы и связи с общественностью Ярославского государственного университета имени Демидова, доктор исторических наук, профессор Виктория Михайловна Марасанова. И декан факультета социального управления Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского, кандидат педагогических наук, доцент Дмитрий Сергеевич Молоков. А мне сегодня ассистируют участницы нашей Олимпиады третьего сезона Анастасия Козюлина и Татьяна Копенкина. АПЛОДИСМЕНТЫ И в нашей последней четвертьфинальной игре принимают участие два агониста. Егор Пахоменко, лицей номер 86, город Ярославль. АПЛОДИСМЕНТЫ Я прошу вас пройти за эти пюпитры. Для вас уже подготовлено задание конкурса русского языка. У вас 20 секунд на то, чтобы исправить ошибки, если они есть. Слова предложены следующие. Портмоне, вкусная студень, троекратный, выскочить, оловянный солдатик, не то, не сё. Если там есть ошибки, то их нужно исправить. И, к сожалению, время, отведённое на этот конкурс, истекло. Я прошу передать результаты конкурса в Ариапак. А наши участники переходят в следующий конкурс. Конкурс красноречия. Быть смелым значит считать далёким всё страшное, и близким всё внушающая смелость. Как вы понимаете, это высказывание Аристотеля. Егор, вам слово. Добрый день, уважаемый Ариапак. Кто же такой смелый человек? Я считаю, что смелый человек — это тот, кто уверенно смотрит невзгодом в глаза. То есть для таких людей есть только здесь и сейчас. То есть они уверены в себе и в своих силах. А в том, что они не уверены, представляет для них опасность. Но это является в будущем. Поэтому я согласен с высказыванием Аристотеля. Спасибо. Спасибо. И слушаем Анастасию. Добрый день, уважаемый Ариапак. Я полагаю, что Аристотель говорил о том, что смелый человек — это тот, у которого есть цель. Тот, кто держит у сердца то, ради чего он делает какие-то поступки. А это может быть родина или семья, любимый человек. Смелый человек — это тот, кто не видит препятствий и идет к своей цели. Таким образом, смелый человек — это целеустремленный человек. Спасибо. Спасибо, Анастасия. Итак, мы завершили пролог. И сейчас ждем решения судей, в какой же последовательности наши агонисты выбирают себе дорожки. Ну, у судей сомнений не было. И в конкурсе русского языка, и в конкурсе красноречия удаловая Анастасия победила. Поэтому вы можете, Настя, первой выбрать дорожку. Желтая. Желтая дорожка у Анастасии. Егор? Зеленая. Зеленая. Итак, мы начинаем первый этап. Перед вами тема вопросов первого этапа. Осада, погребение, князь. Егор, выбирайте. Осада. Первое упоминание о Ярославле как осажденной крепости относится к 1152 году. Кто его осаждал? Я не могу дать ответа. Вы на зеленой дорожке. У вас есть право на две ошибки. Переходите во второй этап. А мы слушаем теоретиков. Пученков Александр, город Рыбинск. До 7-я школы, вероятно, это были половцы. Нет, это были не половцы. А кто же это был? Толянина София, 33-я школа, город Ярославль. Это волжские булгары? Это волжские булгары. Это абсолютно верный ответ. Это орден. А следующий вопрос будет адресован. Анастасия, выбирайте тему. Погребение. Почему в братских могилах 1238 года, расположенных около Успенского собора Ярославля, преобладают останки женщин и детей, а в погребениях ближе к Волжской набережной, митрополитическим палатам и Ильинско-Тихоновской церкви, мужчин? Я полагаю, что в церкви скрывали женщины и дети от врагов, а мужчины, в свою очередь, защищали их, поэтому в разных местах. И тут я обращаюсь к судьям. Мы соглашаемся с этим ответом. Вы проходите во второй этап. Действительно, мирное население во время осады и взятия города пыталось скрыться в жилых кварталах, в том числе и в церквях, а мужчины сражались и погибали на крепостных стенах. Итак, мы во втором этапе, и вот вам темы второго этапа. Ордена, легендарное имя, особые катера. Легендарное имя. Этого уроженца Рыбинского уезда называют легендой подводного флота. Он первым среди подводников получил звание Героя Советского Союза. Бригада подводных лодок под его началом уничтожила почти 250 вражеских кораблей, назовите его имя. Фамилия на У, да, начинается? Вопросы здесь задаю я, как говорят в некоторых организациях. А вы попробуйте ответить. Желательно не по буквам, а как-то целиком. Не помню. Вы использовали свое право на вторую ошибку, правда, она последняя. А что думают теоретики? Терентьева Полина, школа 44, город Рыбинск. Это был Колышкин. Это был контр-адмирал Колышкин. Это абсолютно верный ответ. Вы получаете орден. Анастасия. Ордена. За один из своих походов Василий Константинович Блюхер Орден Красный просто. Просто Красный Орден или Орден Красного Чего-то, я не разобрался. Красного Чего, простите? Возможно, Креста. Креста в Советской России. Красного Креста и Красного Полумесяца. Ну, в общем, конечно, нет. Со штрафным очком в третий этап. Что думают теоретики? Чикишева Ксения, Атутаев, шестая школа. Это орден Красного Знамени. А вот теперь подумайте, как вы были близки к победе. Это Орден Красного Знамени. И вам мы тоже вручаем орден. Ну, может быть, не такой высокий, как у Василия Константиновича Блюхера, но тем не менее. Итак, мы в третьем этапе. И вот вам темы третьего этапа. Песня и оружие. Оружие. Борис Шабырин, родившийся в Ярославле, в детстве мечтал стать капитаном корабля. Но связал свою жизнь с оружием. Именно он произвел переворот в развитии отечественного вооружения, сыгравшего огромную роль в годы Великой Отечественной войны. Какое оружие конструировал Борис Шабырин? Миномет. Это миномет, это абсолютно верно. И вы в четвертом этапе. Настя, сейчас все может решиться, как вы понимаете, да? И тема у нас с вами замечательная. Песня. Уроженец Ярославля, композитор Вениамин Баснер, участвовал в Великой Отечественной войне артиллеристом. А в 60-е годы написал музыку к одной из самых популярных песен о войне. Песня была основана на реальной истории. Подвиге 18 солдат, сдерживавших натиск врага у поселка Рубеженко Калужской области. В песне точно указано количество участников и обстоятельства этого боя. Как эта песня называется? Как поселок назывался? Ну, поселок называется Рубеженко, но это вам ничего не даст. Даже если я скажу, что это в Калужской области. Есть ответ? Восемнадцатый на рубеже. На восемнадцатом рубеже. Понятно. Спасибо вам за игру. Присоединяйтесь к теоретикам. А песню эту мы споем, видимо, с теоретиками. Толянина София, 33-я школа, город Херславль. Это песня у незнакомого поселка на безымянной высоте. Что вам подсказало? У нас оставалось только трое из 18 ребят. Все-таки они знают песню о войне. Это блестящий ответ. Это песня на безымянной высоте. Неамина Баснера. Орден. Итак, в четвертом этапе у нас Егор с одним правильным ответом. И сейчас ответит, правильно выигрывает. Итак, тема «Неожиданное решение». В апреле 1942 года. В Баренцевом море подводная лодка под командованием нашего земляка Ивана Колышкина получила серьезную пробоину. Ее вот-вот должно было снести к вражеским позициям. Чтобы уйти в открытое море, Колышкин нашел неожиданное решение, использовав перископ. Что он с ним сделал? Как он его использовал? Может быть, подал сигнал? Перископом. Предположите, что бы вы сделали на месте контр-адмирала, если бы вы были контр-адмиралом? Лодка с пробоиной, перископ. Так я бы перископом закрыл бы. Вы бы закрыли перископом что? Пробоину? Нет. А что? Самое главное, чтобы ее не снесло к вражеским позициям лодку. И у вас есть для этого перископ. Ваши действия. Ну, единственное, что я могу сказать, что хорошо, что лодкой командовал Колышкин, а не вы. Да. Ну, возможно, у вас совсем другая стезя, в которой мы, безусловно, вам желаем успехов. Но на этот вопрос, по-видимому, у вас ответа нет. Увы, мы прощаемся с вами. Слушаем теоретиков. Чикишва Ксения, 6-я школа, Тутаев. Они сшили паруса. И? На перископ они паруса сшили и на перископе укрепили. Ну, в общем, так оно все и было. И, конечно, это орден, абсолютно заслуженный орден нашему контр-адмиралу. Увы, дорожки вновь пусты. Осталась пара вопросов, которые мы не разыграли с нашими агонистами. Сейчас я его задам нашим теоретикам. Особые катера. В дни Сталинградской битвы, из Ярославля вниз по Волге, на помощь нашим войскам отправлялись особые катера Я-5. Выпуск которых был освоен на Ярославском судостроительном заводе. Двигались они только в темное время суток, чтобы скрыть от врага спецустановки на борту этих катеров. Что это были за установки? В Талянина София, Таец-Тетия, школа, город Ярославль. Это были катюши. Это были катюши, абсолютно верно. Орден. И еще один вопрос. Тема «Князь». Битва на реке Сить 4 марта 1238 года была одним из центральных событий монгольского похода на северо-восточную Русь в 1237-1238 годах. Среди противостоявших ордынцам русских войск было войско из Ярославля. Почти все они погибли вместе со своим князем. Как звали князя? Страхова Анастасия, школа номер 76. Константин Севолодович. Давайте послушаем другую версию. Смирнова Мария, любимская средняя школа, город Любим. Это Василько. Давайте еще что-нибудь послушаем. Постника Федора, лицея номер 2, город Рыбинск. Этого князя звали Юрий. Еще какие вы знаете имена мальчиков? Потому что пока все неверно. Да, вот не прозвучало еще имя любимого нашего князя. Есть ли какие-то... Самое главное, что в одном ответе почти все было, но все, как всегда, не так. Ваша версия, да? Бутолина Алиса, школа номер 68, город Ярославль. Севолод Константинович, первый дельный князь Ярославля был. А вот это уже правильно. Вот первый ответ, вы помните, был Константин Всеволодович. На самом деле его звали Всеволод Константинович. И мы переходим в эпилог. В эпилоге разыгрываются три медали. Первый вопрос. Эта медаль стала самой народной наградой на флоте. Ею награждали рядовых матросов, сержантов, старшин и мечманов за отвагу и мужество. И за годы Великой Отечественной войны она выдавалась более 14 тысяч раз. На одной ее стороне якорь, на другой портрет нашего прославленного земляка. Чей портрет? Александр Пученков, Восьмяшкова, Голодривенск. Там портрет Ушакова. Да, это портрет Ушакова, это медаль. И следующий вопрос эпилога. Партизанский отряд под руководством Ярославского Героя Советского Союза насчитывал всего 9 девушек. Тем не менее, они смогли развить такую подрывную деятельность, что фашисты думали, что у них в тылу находится крупное партизанское соединение. Кто был командиром отряда? Угринович Вероника, город Ярославль, школа номер 80. Это была Елена Колесова. Абсолютно верно. Получите медаль. И, наконец, последний вопрос эпилога. В 1812 году в Ярославское ополчение, отправившееся на борьбу с Наполеоном, вошло 5000 полков, общей численностью более 11 тысяч человек. Вне зависимости от рода подразделения, ярославских ополченцев стали называть крестиками. Почему? Тюдев Николай, провинциальный колледж, город Ярославль. У них вместо Кокарды был крест железный. Абсолютно верно. Заслуженная медаль. Это был последний вопрос эпилога. Это был последний вопрос нашей сегодняшней четвертьфинальной игры. Это была последняя четвертьфинальная игра сезона. И хотя мы снова не выявили победителя на дорожке, сейчас мы узнаем имена тех участников, кто вышел из этих 18 четвертьфинальных игр в полуфинал. Итак, уважаемые телезрители, позвольте мне назвать тех наших участников, кто по результатам 18 четвертьфинальных игр прошел в полуфинал региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославии» четвертый сезон. Прежде всего, в полуфинале будут играть победители на дорожках. Тупицын Иван, гимназия номер 2, город Ярославль. Смирнова Мария, любимская средняя школа, любимский муниципальный район. Колескин Даниил, гимназия номер 2, город Ярославль. Буробин Артем, средняя школа номер 23, город Рыбинск. Рыбин Ефим, средняя школа номер 23, город Рыбинск. Маркозова Мария, гимназия имени Кекина, город Ростов. Ивлева Валерия, гимназия номер 1, город Ярославль. Также в полуфинале примут участие те наши ребята, кто набрал максимальное количество орденов и медалей в четвертьфинальных играх. Это Ойцева Анна, провинциальный колледж, город Ярославль. Толянина София, средняя школа номер 33, город Ярославль. Тютнев Николай, провинциальный колледж, город Ярославль. Кукушкина Анастасия, средняя школа номер 2, город Данилов. Козлова Софья, лицей номер 86, город Ярославль. Гасанова Эсли, провинциальный колледж, город Ярославль. Лысков Валерий, гимназия номер 3, город Ярославль. Постников Федор, лицей номер 2, город Рыбинск. Пученков Александр, средняя школа номер 27, город Рыбинск. Малинина Дарья, средняя школа номер 21, город Рыбинск Малахова Анастасия, средняя школа номер 20, город Рыбинск Угринович Вероника, средняя школа номер 80, город Ярославль Фатахов Илья, средняя школа номер 33, город Ярославль Земников Илья, Угличский физико-математический лицей, Углич Прохоренко Елизавета, провинциальный колледж, город Ярославль Терентьева Полина, средняя школа номер 44, город Рыбинск Тримасова Лилия, средняя школа номер 10, город Рыбинск Буторина Алиса, средняя школа номер 68, город Ярославль Пахоменко Егор, лицей номер 86 И Чикишева Ксения, средняя школа номер 6, Тутаевский муниципальный район Кроме того, в качестве теоретиков В полуфинальных играх примут участие Беляев Андрей, гимназия номер 3, город Ярославль Глазунов Константин, средняя школа номер 5, город Рыбинск Беспалов Сергей, провинциальный колледж, город Ярославль И Макарова Дарья, средняя школа номер 10, город Рыбинск Вот с этими ребятами мы встретимся в полуфинальных играх И я очень надеюсь, мы встретимся там и с вами, наши уважаемые телезрители Всего вам доброго! Мы завершили четвертьфинальные игры До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова